Выращивать продукты самим. Так в Алтайском крае все больше растет спрос на дачные участки. Так на смену старшему поколению к земле начинает тянуть и молодежь. Причина вполне очевидна, рассуждает эксперт Владимир Марков. Мы с вами знаем о том, что сейчас очень трудное время, когда импортозамещение существует. Поэтому очень многие, особенно те семьи, у которых есть дети, они более и более заинтересованы в приобретении земельного садового участка, для того, чтобы выращивать для себя вот такой набор овощей, плодов и ягод. Интерес к дачным участкам продиктован прежде всего пользой и натуральностью продуктов, выращенных самостоятельно. Но повышение цен в магазинах тоже неплохо стимулирует на домик в деревне. Цены на ряд базовых продуктов с декабря прошлого года на настоящий момент изменились так. Стоимость говядины за килограмм выросла на 73 рубля, курицы на 53 рубля, колбасы на 72. Макароны подорожали на 15 рублей, а огурцы на 71 рубль за килограмм. Что-то незначительно подешевело, что-то значительно подорожало, но тенденции именно на рост цен никуда не делось. Подъем есть, конечно, с прошлым годом не сравнить. Намного. На некоторой позиции даже на два раза была на цену. Не только яйца, как все сейчас на этом делают акцент. Та же элементарная консерва, она, мне кажется, в три раза подорожала. Уже себя ущемляешь, где-то что-то покупаешь, не то, что хотел. Ну, конечно, вот колбаски кусаются, как бы цена. Фрукты очень дорогие. Конечно, хочется и фруктов уже в такие годы покушать. И какой-то вкусняшки. Помню, в те времена было, конечно, попроще. На пенсию можно было жить. Как говорится, в кошелечек не заглядывать. Кошмарно. Особенно, когда видео попадается такое, что... Ну, год 2002-й, и женщина набрала 4 пакета продуктов на 7 тысяч. Ну, как-то вроде особо не задумываешься ежедневно об этом. А вот анализируя то, да. Вообще, может быть, в чем-то отказывать приходится? Или все-таки нет? Нет, работать больше приходится. Молодежь, кроме того, что больше работает, ищет лайфхаки и занимается не только дачным садоводством. Так моя коллега Ирина Корчагина обустроила дома свой мини-сад. Начала выращивать зелень не столько из-за экономии, хотя за зелень уже столько надо зелени отдать в магазине, что уже, ну, может быть, проще самим это выращивать. Но, наверное, главное, мне скоро 30. Ну, уже как бы тянет к земле. И еще немаловажный момент. Я знаю, из чего это все сделано, как это все выращивалось. Мне так спокойнее. Очень сложно все это выращивать, потому что микрозелень очень капризная. Ну, у меня получается. На покупку дачи Ирина еще не созрела. Хотя в барнаульских садоводствах активно привлекают новых садоводов. В некоторых даже предлагают два года бесплатно пользоваться участком, а потом стать членом СНТ. Да и в целом неосвоенных заброшенных дачных территорий в крае предостаточно. К примеру, Барнаул в трех территориях. Это Павловский, Первомайский, Косихинский, Тальминский. Ну, естественно, Барнаул – пригород. До научного городка, до Павловской границы у нас сегодня есть пустующие участки, которые можно без большого труда приобрести. Кстати, покупка участка сегодня легко может обойтись в сумму до полутора миллионов. Все зависит от близости к городу, доступности транспорта и наличия домика на участке. А кому-то дом не важен, главное – есть земля, где можно что-то вырастить. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.